Добрый день! Мы начинаем наш мастер-класс по посадке продукта в институте Эджелес. Меня зовут Ксения Жарова. Я являюсь дистрибьютором компании GNS Global и сафиром компании. Лариса Поддубная любезно согласилась нам быть манекеном. И мы начинаем! Для того, чтобы правильно посадить продукт, нам нужно предварительно увлажнить кожу. Обращаю внимание, что увлажняем и очищаем именно те проблемные места, на которые будет накладываться продукт. Не более и не менее. Лобовую часть массажными линиями увлажняем и очищаем ватным тампоном, диском, смоченным в воде летней температуры. Обращаю внимание, что увлажняем и прикасаемся к тем местам, где, как правило, женщины, ну, в принципе, так же, как и мужчины, прокалывают для ботокса. Да, вот именно вот эти наши места. Используем для мастер-класса официальный продукт компании GNS Global и сафиром Эйджинес. Прошу обратить внимание, на рынке СНГ он позиционируется в США. Для лучшей посадки продукта мы разминаем этот продукт и согреваем его до человеческой температуры, 36,6. Вот такими движениями. Вот такими движениями. Есть вариант использования этого продукта путем отрезания, где есть специально для этого выемки. Есть еще одна практика, которая говорит о том, что мы его можем проколоть. Вот таким образом. После такого прокола воздух попадает меньше и отверстие минимальное. Перед посадкой продукта мы смачиваем кисточку, используем для посадки бельчу кисточку. Смачивая ее перед этим в воде летней температуры и влажной кистью будем сейчас садить продукт на наши проблемные места. Обращаю ваше внимание, таким образом наносим продукт в лобовую часть. Именно зигзагообразными движениями мы садим наш продукт. Есть несколько вариантов посадки этого продукта. Можно вклепывать его, вбивать подушечками четвертого пальца. Беличья кисточка дает нам более тонкую посадку этого продукта в виде очень тонкого слоя. Так называемой тонкой пленки. Обращаю ваше внимание, что посадка данного продукта воспроизводится не под нижнее веко, а вот именно те места, которые подлежат прокалыванию либо ботоксированию. Обязательно трактую носогубную складочку. Тут уже идет тенденция к образованию морщинки. И для того, чтобы предупредить больше ощущения появляемых видоизменений на коже, мы будем сейчас это все устранять. Мы нанесли продукт. Как видите, у меня еще осталось немножко на руке. Для лучшего воспроизведения и посадки продукта мы можем взять веер, либо что-то, что нам поставляет воздух. В обращенном домашнем варианте это может быть простой журнал. И вот такими вертикальными движениями мы поставляем воздух для того, чтобы ускорить процесс входа продукта под эти терписы. Обращаю ваше внимание, что лучше всего не вот такая поставка воздуха, не вот такая диагональная, а именно вертикальная. Здесь срабатывает физика. Обращаю ваше внимание, что по истечении уже минуты, да, сколько у нас прошло, вот она у нас точно уже прошла, да? Сейчас минуты. Да, обратите внимание, я поверну к камере лицо Борисы. Обратите внимание, как выглядит эта сторона лица и эта сторона. Тут начинается явно выглаживаться носогубная складка. Обратите внимание, как уходит здесь отечность и как сравнивается щека с нижней повекой. И обратите внимание, какое у нас пчело. Абсолютно гладко и без изъянов. Видны морщинки, да, и они выровнены вот нашим продуктом, да, в виде этих белых гнидочек, которые заполнили и выровняли наши складочки. Мы сразу спросим у Ларисы ощущения. Как вы себя чувствуете? Отлично. Есть такое легкое ощущение лифтинга. Но мне комфортно. Продукт еще будет работать до 10 минут. Будет ощущение небольшой стяжки. Вот в этих местах будет ощущение, как будто лапочки какие-то поставили. Продукт действует от 8 до 10 часов. После 10-20 минут начинается работа сальных желез. Наше лицо начинает выделять, начинает работать потоотделение. И лицо свыкается уже с продуктом. И человек начинает чувствовать уже комфорт. Для того, чтобы показать полную работу продукта, мы сейчас обработаем вторую часть нашего лица, правую половину. Чтобы уравнять эффект и показать видимый эффект мгновенного омоложения. Для этого мы повторяем нашу процедуру. И влажным диском увлажняем те места, которые нам нужны для посадки нашего продукта. Обращаю ваше внимание, что должно быть легкое прикосновение. Потому что части женского тела, именно на лице, очень деликатны. Для того, чтобы не сформировать новых морщин, их образование, тенденции, надо очень чутко относиться именно к этим местам. Потому что после 40-го года уходит эластичность кожи. Надо особенно за этим следить. Поэтому индивидуальный подход и нежное трактование нашей кожи обязывает особенно. У нас еще есть тут немного продукта на руке. Здесь и мы. Обратите внимание, что продукт еще тут работает. Идет, видите, как будто утюжком нам выглаживает. Тем не менее, мы начинаем работать с правой частью. У Ларисы есть немного макияжа на лице. Но я сейчас покажу вам, как можно и на мейкап вот этот. Видите, мы немножко сдвигаем наш мейкап путем посадки продукта. А здесь мы практически садим на мейкап. Вот тут есть вкладочка. Видите, я прям вбиваю, прям вкладываю туда продукт. Хочу обратить внимание, что лицо достаточно ухоженное. Видно, что Лариса ухаживает за собой. Поэтому эффект еще лучше, чем предусматривается. Потому что чем сложнее лицо в плане образования морщин, тем более, видимо, вот такие белые следы присутствия продукта на лице. Но в данном случае видно, что человек следит за своей внешностью. Поэтому продукт более показывает, видимо, эффект в плане того, что человек за собой следит. Есть небольшие вот такие вот отеки. Да, мы чуть-чуть их потрактуем нашим продуктом. Буквально, чтобы просто сделать видимый эффект. Важно продукт чувствовать для того, чтобы правильно его нанести. Посадить, если быть точным. Так, берем наш аппарат по поставке воздуха. Вот это самый оптимальный вариант нанесения кисточкой и посадкой продукта, который приемлем для любой женщины, как в принципе у мужчин, в любых бытовых условиях. Это может быть утро в туалетной комнате, это может быть обеденный перерыв, это может быть вечерний мацион перед выходом, где-нибудь на какой-нибудь фуржет или ререске перемена, и после рабочего дня куда-то нас пригласили. И данный продукт имеет право быть в любой дамской сумочке, либо в мужском чемоданчике. Обратите внимание, какой идет явный эффект внешнего омоложения Ларисы. В связи с тем, что Лариса и так хороша и ухожена, обратите внимание, как преобразовывается обличье просто на глазах. Если наносить и садить продукт подушечками пальцами, что в принципе тоже предусматривает неплохой эффект, но кисточка дает нам эффект пленки. А если мы вбиваем подушечками, то все-таки продукт идет в два раза больше. И идет тяжелее тогда, вот этот момент стягивания переносится тяжелее. А кисточка с водой, вода нам служит как проводник, а кисть дает нам состояние пленочки. Давайте спросим, как Лариса себя чувствует. Чувствуется эффект лифтинга такого. Да, да, да. Но в целом комфортно. И продукт надо, конечно, уметь носить. Вы себе нравитесь? Вообще, грандиозная. Грандиозная. Спасибо, Ксения. Благодарю вас. Вы рады, если мы были вам полезны. Спасибо. Спасибо. Какое-то пожелание? Пользуйтесь продуктами G-NAS Global. Будьте молоды, красивы и богаты. Пользуйтесь продуктами. Благодарю вас.